Добрый день. Здравствуйте. А могу ли я досрочно проголосовать? Да, проходите сюда. Едва стрелки часов в 72-й школе показали 4 часа дня, как на участок, расположенный здесь, пришел первый избиратель. Елена Казакова решила отдать свой голос заранее. На воскресенье 13 сентября запланированы неотложные дела. У нас на 13-е запланировано мероприятие, мы в работе, в общем, еще. Необходимо в воскресенье отсутствовать в городе Оренбурге, поэтому я проголосовала. Появилась такая возможность проголосовать заранее, проголосовала заранее. Процедура досрочного голосования несколько отличается от того, как она проходит в единый день. Кабинка для бюллетеня отсутствует, вместо нее специальные конверты. Вот такой непрозрачный конверт, который имеет полосу для склеивания, таким образом. Здесь наносятся две подписи, не менее двух подписей членов комиссии с правом мешающего голоса. Ставится печать. В остальном все как всегда, за исключением того, что в воскресенье народ пойдет голосовать сотнями, а в предыдущие перед выборами 10 дней на участок потянутся единицы. Он все точно так же расписывается. Получает бюллетени, расписывается за два бюллетеня, ставится паспорт серии, номер и пишется проголосовал досрочно. Хоть очевидно, что возможностью проголосовать досрочно воспользуется не так много людей, но представители политических объединений уже во всеоружии. Ведь на выборах важен каждый честно отданный голос. А потому контролировать процесс будут со всем вниманием и серьезностью. С нашей стороны, конечно, будет контролироваться весь процесс. Все участковые избирательные комиссии, то есть люди проголосовали. Мы пришли, мы следим за ходом, потому что мы имеем полное право следить за ходом досрочного голосования, чтобы не было никаких нарушений. Представители оппозиции досрочное голосование не приветствуют. Они уверены, такая форма способствует лишнему нажиму на избирателей, в первую очередь бюджетников, которые не смогут прийти на выборы 13 сентября. По месту работы людей заставляют идти и голосовать за определенную партию. Конечно, никто не может проконтролировать, за кого ты конкретно поставил галочку. Но когда тебя обрабатывают аккуратно, все это делается не грубо, там, вот иди за того поставь галочку. Аккуратненько так говорят о том, что за кого бы желательно проголосовать, тот, кто нам оказывает помощь, тот, кто уже много сделал для нас, ты приди, проголосуй за него, и все будет хорошо, и на работе у тебя все будет хорошо. А вот представители партии власти досрочное голосование приветствуют. Ведь как бы то ни было, а это хороший шанс проголосовать для тех, кто хочет, но не может. При том, что с сентябрьским выбором эксперты и так предрекают пониженный интерес, лишние голоса совершенно точно никому не повредят. Виталий Сапожников, Константин Воробьев, Владимир Семенов. Наше время.